Привет всем! Уважаемые танкисты, с вами Индомит, а с вами Серега. Сегодня у нас обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Танк у нас сегодня на обзоре третьего уровня ветки Италии. И это у нас М15-42. Средний танк Италии третьего уровня. На этой тачке я достаточно много уже покатал. Могу с вами поделиться своим мнением, своими ощущениями, на какое оборудование ставить, на какой пушечке играть. И уже по сложившейся традиции мы с вами пойдем сейчас смотреть бронирование этого аппарата. А если вы, кстати, до сих пор не подписаны на мой канал, самое время это сделать. Прожать колокольчик и поставить лайк под этим видео. А мы с вами отправляемся смотреть бронирование этого агрегата. Идем. Итак, вот наш агрегатик. Это все-таки средний танк, но имеет какую-никакую броню все же. Да, нижний лист НЛД у нас 14 мм, приведенки 20. Средняя деталь у нас 30 мм, приведенки 30, потому что углов склонения брони практически нет. ВЛД, вот эта верхняя часть, которая идет к подбашенной полке, да. Она у нас 25 мм по факту, но приведенная угол у нас настолько большой, что вырастает броня аж до 94 и пишет, что река АШ. А подбашенная полка у нас 45 мм, вот где-то 48 дает приведенку, где-то также 45 прямые углы. Сама башня, вот эти два уголочка у нас 25, в приведенке 38, щеки у нас 25, но из-за углов склонения брони у нас 70. То есть здесь у нас либо рикошет, либо непробитие большинствами танков второго и некоторых третьего уровня. Маска у нас, ну такая себе, пробивается. 37 мм и по факту она 37 есть. Так смотрим. Есть ли боковая броня? Боковая, кстати, есть. Если боковая броня у танка от 25 и выше миллиметров, на третьем уровне он уже способен танковать. Почему? Ну вот мы его повернули, смотрим. 67 где-то, да. Ну понятно, что вот сюда его будут гасить, а не в нижнюю часть, да. Но внизу 70, 80, 100 по-разному. Но есть шанс, что противник попадет и туда. Понятно, что назвать его супер имбой там тяжем нет, это все-таки средний танк. Но какая-никакая, все-таки броня у него есть. Идем в ангар. Так, вот наш луноход. Давайте смотреть его основные модули сначала. Вот, все, мы уже выключили. Четверочку, да. Стартуете вы на пушке. С альфой 50, бронепробитие 52. А голдой 75. 2.2 заряжание. Там 1.9 сведения. Кстати, точность у пушки неплохая для третьих уровней. 0.4. Один из лучших, наверное, даже показателей, да. Уже на этой пушке можно спокойно играть. Не дергаясь. Что там, ой, нужен свободный опыт, чтобы сразу пройти на следующую пушку. Нет. Пушка на самом деле годнота. Играть на ней можно. Но, конечно же, желательно первым делом выкачать вот эту пушку. А чем же она лучше? Давайте смотреть. Здесь альфа 50. Здесь альфа 50. Только здесь пробитие основным уже 70. А голдой 95. Заряжается она так же. Время сведения у нее получше. 1.8. И точность еще лучше. Кстати, одна из самых точных пушек на самом деле на третьих уровнях. Вот, башка нам прибавляет что? Смотрим. Так, не сюда, а сюда. 32. Скорость поворота здесь 34. И обзор, по-моему, да. 3010, да. Здесь 320. Не так уж много, но лучше выкачать. Однозначно нужен движок, потому что лошадей у этого, да и у этого мало. С турбиной уже вот на этом более-менее. И обязательно гусли. Вот. А что касается мобильности. Когда вы выкачите, как у меня сейчас топовые двигатели, поставите, кстати, в слот турбинку. У вас будет не 40, а 44. И лошадей у вас 17 тонн. 17 лошадей на тонну. Вот. Набирает медленно. И скорость не максималка, и медленно все равно набирает. Это не очень шустрый танчик. Обязательно ставьте просветленку. По орудию. Склоняется орудие, в принципе, нормально. Понятно, что они 15, как есть много достаточно танков на третьих уровнях, которых УВН вниз 15. Здесь 10. Это нормально. Нормально. Звезд не хватает с небес. Нормально. Обязательно ставьте просветленку. Обязательно ставьте малые рекомплекты, малую аптечку. Смотрим снаряды. Здесь у нас, значит, ББХ летит 830, а вот кумуль, голдовый снаряд летит 650. И я даже на них не играл, но для вас поставлю, чтобы показать, что они из себя представляют. 20 даже поставлю. Вот, достаточно. Очень медленно летит. Очень медленно летит. Поэтому я на ББХ в основном отыгрывал. Вот. А по экипажу у нас здесь 4 обезьяны. Командир, механик, водитель, радист, заряжающий. Первым перком командирую лампу. Первым перком всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Третьим перком командирую ремонт. Дальше перки у экипажа качаете, как вам хочется, как вы привыкли. Здесь вот основные, самое главное, правильно вкачать, а не куда кто побрел. Все. Вот, как-то все. Играется танк на линии средних танков. В принципе, тоже может отыгрывать и на линии тяжелых танков. Поддержка ваших тяжелых танков. Вот. Ну, в принципе, нормально. Бьется как с тяжелыми, так и со средними. Едем проверять. Давай, засасывай уже в бой. И что-то не хочет. Засасал. Так, мы в топе списка. Играем со вторыми уровнями. Вот. Так, куда же мы поедем? Кто у нас из трешек? Т29, ПЗ-3Е, Т127. Это все товарищи, которые приедут, по сути, на центр. Не хочу ехать на зеленку. Не люблю отыгрывать на зеленке. Поэтому поеду в город биться. Но не с первой линии. Пускай туда наш С-35 едет и Т29, наверное. А мы поедем куда-нибудь к церкви. И по засвету наших союзников. Вот. Будем что-то делать. Смотрим, куда они поперли. А у нас Т127 поехал. Ну, нормально. Будут светить. А мы будем тогда пробовать голдой. Давайте попробуем голдой пострелять. О! Кто это нам там подарки шлет? Вот сами видите, танк не самый быстрый. К сожалению. Так. Придется туго. И это все получит. Все. Один есть. Один у них доездил. Надо ехать. Т29. Он же наш прожали у них фланг. Получается. И это хорошо. Блин. Сейчас она получает. Ну, ладно. Так, без урона проскочили. Так, Т127 под хвост заходим. Ой, е-мое. Водитель я. Хорошо пошло. Миленько. Я думаю, дожрут его сейчас. Сейчас. О! Меня задели. Получи. Так, так. Быстрее, быстрее. Прячемся. Прячемся, прячемся. Все, спрятались. Чиним БКшечку. Это мне нравится. Поаккуратнее там. Хорошо пошло. Придется туго. Миленько. Меня не остановишься. Убили. Убили. Да. Засвет у нас 250. 360 урон. Суммарка 600. Нам нужен засвет всех их товарищей. А то если я вперед немножко поеду, меня начнут очень даже лихо убивать. Так, наши вроде там окружили. Но у них по мне еще струлякал тут. Тот М2 Лайт, по-моему. Хотя нет. Он, вон он наверху. А кто стрелял, непонятно. Ну, ехать вперед что-то очково. Но надо. Вот я же говорил. Вот он. Все. Мы отлетели. Но я думаю, здесь у нас будет все же победа. Перестрелился я. Зря начал. Зря из-за укрытия вообще вышел. Надо было сидеть, ждать засвета. Но противник весь окружен. Я думаю, отлетят они, как фанеры над Парижем. Сейчас поглядим итоги боя. Дорогие друзья. Все. Все. Вот только крылышки. Победа. Победа. Но я думаю, в топ-5-то мы зашли. Уроны все-таки 4.60, 3.48 на света должны. По опту уж. Точно. Своё хп, короче, в бою отбили. Но я поторопился. Можно было еще на стрелях чуть-чуть. Так. Идем. Ну да, в топ-5 зашли. По урону. А вот по опту нет. Но по урону зашли. Ладно, спасибо ребята за то, что зашли. Посмотрели обзор, прожали лайки. Танчик Принч в принципе достаточно годный. На нем можно играть из-за его в первую очередь точной пушечки. Скорости нет, брони особо нет. Но пушка хороша. Поэтому из-за спины товарищей по бою можно накидывать. Вам еще раз. Сенкс, Грац. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод и обязательно прожимай колокольчик.